Мозг и мысли Буквально на следующий день, могу сказать, в ночь Мне приснилось, что я стою за кафедрой И говорю вам А сейчас мы будем говорить о зломыслии И когда я проснулась, я поняла, что это был непростой сон Что Бог хочет, чтобы я говорила о зломыслии Ну и как всегда, конечно, в молитве сказала Господь, я понимаю, зломыслия, это каждый, можно сказать, это элементарно понятно Но ты что-то туда вложил Там есть какой-то такой смысл, что я хочу уловить, что ты хочешь сказать И я не ошиблась Он начал говорить ко мне И стал открывать Что такое зломыслие И как мы позволяем себе это делать и допускаем Даже не задумываясь Просто машинально Мыслим и мыслим И что это такое, наши мысли Как мы должны следить за ними Как это важно О чем мы думаем Как мы думаем Мы думаем постоянно Мы все время что-то соображаем Что-то мыслим Даже машинально Вот что Я один раз вам уже сказала Следите за своими мыслями Но очевидно, Бог хочет, чтобы мы еще глубже Глубже углубились Вы знаете, что такое зломыслие Мы, может быть, даже не сквернословим внутри Я верю, что мы этого не делаем Я верю, что мы даже не желаем зла Просто мыслим А так зломыслие Мы себе позволяем Когда мы думаем о том Что неправедно Неправильно пред Богом Нечисто Когда внутри нас есть огорчение Боль Какая-то обида Какое-то недовольство Вот на этой почве Мы начинаем думать И человек На этой почве Зломыслит Иногда мы зломыслим На кого-то Братьев и сестер На соседей Неважно, на кого-то рядом Иногда на целую нацию На целый народ На целую страну Это все зломыслие Вы понимаете Бог расширил это понятие Зломыслие Иногда мы зломыслим Просто нашими обидами Нашими огорчениями Хотя даже иногда Мы зломыслим И не нашими огорчениями И не нашими обидами Кто-то нам рассказал Кто-то про кого-то Когда-то как-то И мы начинаем Зломыслить И мы уже мыслим Обидами чужого человека Понимаете И это зломыслие Бог называет То есть мыслить О ком-то плохо Неправильно Неправильно С осуждением Бог говорит Это все зломыслие Понимаете И зломыслие Оно всегда побуждается Недобрыми чувствами И оно иногда бывает Даже необоснованным Вы знаете Я когда стала рассуждать Я столько увидела Иногда даже не имеешь основания Я просто где-то что-то услышал Это же не основание Для того, чтобы зломыслить Вот знаете Есть такое определение Зломыслие Это вредный Бога Противный образ мыслей Это не добрые мысли Не светлые Светлые мысли есть И есть темные мысли А вы знаете Как по человеку видно В каких он мыслях сидит Посмотришь на лицо человека И видно Какими мыслями Заполнен этот человек Иногда человек сидит Сам с собой И улыбается И видно Что у него добрые мысли Светлые мысли Можно сказать Небесные мысли А и по лицу У некоторых Видишь Такой мрак Еще и брови Так говорится Думаешь О Боже О чем он мыслит Вы знаете Что есть разница Между Зломыслием И злоумышлением Я сейчас говорила Даже не о злоумышлении Просто зломыслие Что такое злоумышление Это когда уже В действие Переходят зломыслия Это когда ты Зломыслил Потом ты решил Сделать что-то Из-за зломыслия Злое действие Это уже У тебя уже Намерение Сделать что-то Отомстить Сделать на зло Навредничать Так что зломыслие Может перерасти В злоумышление Но на самом деле Они синонимы Но немножечко разные Мы часто Зломыслим Но не злоумышляем И от этого Мы себе это позволяем Думаем Я же ничего Не сделаю плохого Но слово зло Уже говорит Само за себя Если мы позволяем Себе зло Мыслить Это уже Говорит Само за себя В Боге Нет зломыслия Нет такого Качества Как зло В Боге Нету его Знаете почему? Потому что Бог есть любовь А любовь Вспомните Как было сказано В прошлом Любовь Не мыслит зла Любовь Не мыслит зла А зломыслие Это уже Где нет любви Так что Это уже Характеристика Греха Зломыслие Это характеристика Греха Это уже Характеристика Дьявола Не позволяйте себе Боритесь с мыслями Если они К вам подступили Зло Мыслить нельзя Как только Вы начинаете Зло Мыслить На кого-то Остановите Остановитесь И скажите Я Опять Грешу Господи Помилуй меня Если мы Хотим Быть Святы Как Наш Бог Свят Начинайте С мыслей Мысли Должны Быть Святыми Надо Освятить Наши Мысли Мы Не можем Быть Святыми Если У нас Мысли Не Святые Мы Мы Слите По Любви Мыслите Через Любовь Вот Именно Мысли В любви Агапы Они Всегда Ищут Оправдание А зломыслие Всегда Ищут Осуждение И осуждает И осуждает И осуждает И ты мыслишь И все время Осуждаешь И те Которые Зломысят Они Участвуют В осуждении И обвинении А кто У нас Обвинитель Мы Знаем Эту Личность Рогатую Не Хотелось Бы Чтобы Он В моих Мыслях Имел Какое Это Место Помните Любовь Не Мыслит Зла Или Можно Сказать В любви Нет Зла Мыслей Злых Мыслей Вы Знаете Что Бог Никогда Не Основывает Своё Мнение На Чужом Мнении Он Никогда Не Выносит Приговор Из-за Того Что Ему Наклеветали И Наговорили Если Бог Кого-то Обвинил У Него Есть Факты А Обвинитель Он Без Конца На Нас Клевещ Ему Но Он Не Принимает Потому Что Он Любовь Вот Вы Знаете Вот Поэтому От Его Любви Нас Отлучить Никто Не Может Никакая Клевета Нет Такой Силы Которая Отлучила От Его Любви А Вот Человека Даже Отлучить От Любви К Богу Можно Составит Враг Хорошую Клевету Подставит Бога Под Эту Клевету И Человек Ушки Развесил И Начинает Зломыслить А Бог Такой Жестокий А Говорят Боги Любовь А он Посмотрите Что В мире Делается Как Легко Податься На Клевету А уж Тем Более Легко От Ближнего От 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 Любовью Наговори Только И Человек Начинает Зломыслить Как Я хочу Чтоб Мы С Вами Поняли Что В Духе Нет Зломыслия Есть На Уровне Души И Плоти И Если Мы В Духе В Любви К Нам Не Подступишься Потому Что Мы Заполнены Любовью Божьей Мы Заполнены Этим И Какие Бо Истории Нам Не Наговаривали Не Говорили А У Нас Любовь Побеждает Любовь Покрывает И Отталкивает То Что Нечисто А Когда Ты Душевная Личность Или Не Дай Бог Плотская Тебе Расскажи В Черных Красках И Ты Все Уже И Сам Не Слышал И Сам Не Видел Но Ты Уже Готов Вы Знаете Что Мысли Можно Поделить На Три Типа Добрые Мысли Злые Мысли И Пустые Мысли Это Тоже Присутствует Ну Злые Мы Уже С Вами Немножечко Разобрали Добрые Мысли Это Там Где Присутствует Божья Любовь Доброта Милосердие А Пустые Мысли Это Суета Это Мысли Плотские И Мирские Но Человек Хочу Вам Напомнить Еще Раз Никогда Не Бывает Что Он Не Мыслит Постоянно Мыслит Непрестанно Мыслит Даже Когда Вы Не Концентрируетесь На Чем То Вы Мыслите Я Конечно Пошучу Больше Всего Уметь Женщина Мыслить Обо Все Сразу И Когда Спросишь О чем Ты Мыслишь О чем Ты Сейчас Думаешь Ни О чем Как Ни О чем Там Столько Всего Но Не Сконцентрировался Человек Не Сконцентрировался На Какой То Определенной Мысли Поэтому Когда Спросишь О чем Ты Думаешь Ни О чем Ни О чем Конкретно Но Обо Все Сразу Это Человеческий Мозг Так Интересно Мы Обо Все Думаем Но Что Интересно Еще Я Вам Скажу Я Вот Заметила Что Мы Умеем Мыслить Вот Например Когда После Служения Я Еду В Машине Обычно Я Еду Не Одна Кого Подвожу И Мы Молча Едем Наверное Переполнены Здесь Событиями Но Мы Столько Говорим В Мыслях Столько Вдруг Я Останавливаю Себя На Мысли Что Я Молчу Но Я Сказала Все Я Перерабатываю Все Информацию Хорошо Когда Она Добрая Мы Всегда Мыслим И вот Что Хочу Вам Показать Всегда Даже Когда Мы Молчим Мы Мы Можем Мы Мыслить О Будущем Мы Можем Мыслить О Прошлом И Копаться В Прошлом Мы Можем Думать О Настоящем но мы все время мыслим. Главное, как мы мыслим и о чем мы мыслим. Человек бесконечно думает. Поэтому нам надо всегда обращать внимание и останавливать себя на чем. Так, о чем я мыслю? Куда меня понесло мыслями? Мыслите свято. Мыслите добр. Все недобрые мысли отгоняйте от себя. Они действительно, как плохие птицы, которые хотят принести вам зло. Итак, да будут у нас и чувства исполненной любви, и мысли исполненной любви. Но я хочу еще с вами поговорить немножко. Что мысли наши настолько интересны, что человек даже способен мыслить за другого. Он мыслит, как ты думаешь. И утверждает, что вот так он сейчас подумал. Еще умудрится даже обидеться. Потому что ты на меня вот так подумал. Вы никогда не сталкивались, лично я много раз. Так интересно человек умеет надумать себе, надумать себе. И обидеться. Тот человек, может, даже не собирался. И не думал так. Но другой уже все подумал за тебя. Все за тебя решил, определил. Обиделся, позорился. А при встрече все высказал. Не бывало у вас такого? У меня случалось. Случалось, когда стоишь и думаешь, ну откуда же ты знаешь, что я думаю? Ой, как я думаю. А вы знаете, что бывает еще в мысли у ревнивца? Ревнует когда? Он подозревает. Он подозревает, и его мысли уже перерабатывают эту информацию, которую он подозревает. И у него рисуются картины подозрения. Картины ревности. И они достаточно злые. Вот это тоже нельзя допускать. Это тоже зломыслие. Не обязательно муж к жене. Может, и друзья ревнуют друг к другу. Но они тоже злые мысли. Как надо проверять свои мысли? Если человек утерял доверие один к другому, он тоже начинает зломыслить. Это не значит, что он о нем плохо говорит. Нет, он зломыслит, потому что он в своем представлении, в мыслях, строит неправильные картины. Подозрительные мысли. Они рисуют картины. Вы знаете, что такое есть слово? Предвзятость. Ты за него уже помыслил. У тебя уже предвзятое настроение к нему и состояние. А они приходят со злыми мыслями, мои дорогие. Через мысли. Есть такой тип людей, которые рисуют такую картину, что сам в нее верят. Всякая неправда является злом. Если нет факта, и ты надумываешь, надумываешь в своих мыслях, это уже грех. Смотрите за своими мыслями. Если вы решили в своих мыслях, к примеру, я говорю все к примеру, чтобы вам понять не было. А, человек не пришел вот потому и тому. А, он не ответил, он со мной не поздоровался вот потому-то и потому. Вы додумываете. А там была вообще другая причина. Ты потом узнал, а, оказывается, вот что. Но ты-то уже зломыслил. Кто из нас каится за мысли? Кто из нас каится за злые мысли? А как Иисус сказал, что Он будет судить? Помышления. Помышления. И намерения. Сначала помышления идут, потом идут намерения. Как Бог сказал еще про мысли? Если ты в сердце своем совершил, а это что такое? Это в мыслях. Ты уже совершил. В мыслях мы совершаем очень много. И позволяем себе очень много. Но это все причиняет вред. Когда мы мыслим, зло мыслим, причиняет вред нам. Это не причинит вред никому, потому что мы же не злоумышляем, мы только зломыслим. Но как правильно просто не зломыслить? Если что-то произошло, обсудили, нашли решение и отдали Богу. Если что-то происходит, не имею вредные думки. Дискользь это. Найдите другую решение и дайте ее в руки Бога. Мы должны рассуждать над поступками. Я не говорю, чтобы мы не рассуждали над поступками. Мы должны дать характеристику к какому-то поступку. Но не надо его перерабатывать в своих мыслях. Определили и отдали. Пусть у вас там будет заполнено Богом, заполнено миром. Мы можем отличить добро от зла, и все. Не надо это в себе развивать. Мы иногда носим в себе это все. и больны от этого. Мы иногда пишем целый сценарий. Проигрываем такие театральные спектакли. Где этот человек, на которого мы рассердились и обиделись, у нас просто вампир. Главную роль играет в нашем спектакле. Не должны мы так замыслить. Это все грех. Мы не считаем, что это грех, но это грех. Потому что это зло, мысли. Это грех. Мысли должны быть святыми. Чистыми. Потому что оттуда это все в сердце идет. Оседает в нашем сердце. Понимаете? зло мысли это тьма. Если мы хотим ходить во свете, значит очистим свои мысли. Прекратим зло мыслить, просто поборемся с этим. Поставим Духа Божьего в воротах. И как только проникнет туда враг в злая мысль, обнаружили и изгнали. Не позволяйте себе. Не позволяйте себе, знаете, основывать на чувствах боли, мысли. Потому что душевные боли вот и создают вот такие злые мысли. душевные огорчения сразу начинаются. Я знаю, что это непросто, но это нужно научиться. Знаете, какой пример можно привести? Если вот, допустим, поранишь руку, она у тебя болит, сильно болит. Где твои мысли? Там, где болит. Там, где болит. И ты ходишь, болит, ты думаешь уже об этой руке, поможешь ли ты ей, если ты просто будешь все время думать о своей больной руке? Вы знаете, есть такие мнительные люди. Что-то заболит, и они только об этом и говорят, и думают, и мыслят. Это в духовном то же самое. Это больные люди, которые все время мыслят и мыслят о плохом. Как ты можешь победить болезнь, перестая не думать? Мы учим детей. Ударился? Ничего, забудь, не думай об этом. Иди, играйся, беги. А себя научить не можем? А если мы ударились о кого-то, о чей-то язык? Не хотим побежать дальше? Или носим эту боль в себе? И что, помогает? Только больше болит. Еще больше болит, уже и ночи не спишь, все думаешь об этих болях. А как хорошо, когда ты смог отдать Богу. Просто отдать Богу. Господь, ты все знаешь, ты разберешься. А я пошел дальше. Вы знаете, даже с физической болью так борются люди. Мудрые люди. Даже с физической болезнью мы побеждаем тогда, когда мы перестаем о них думать и концентрироваться на них. Помолились? Боже, исцели мою руку, я не могу с больной рукой жить. И оставил. Потому что дальше исцеляет Бог. Потому что я буду об этом все время думать. Если буду думать, Бог не исцеляет. Надо забыть. Отдать это забыть. Точно так же с болями душевными. Умейте отдавать. И забывать. Вы знаете, как сказано у Римлян 12, 18, 19. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Если с вашей стороны возможно. И дальше говорится, не мстите за себя, возлюбленные. Дайте место гниву Божьему. Ибо написано, мне отмщение, я вас дам, говорит Господь. А злые мысли, они всегда подбирают наказание. Как бы наказать? Но если нет, Господи, ты как должен наказать? Отдайте Господу. И просто живите и радуйтесь. Наслаждайтесь Богом. Отдавайте, научитесь отдавать Богу и освобождаться. Будьте свободны для Господа. Вы хотите, чтобы внутри был Дух Божий? Хотите, ведь правда. Но Он не может туда войти, когда там полная этой тьмы, зломыслия. Освобождайтесь. Этому надо научиться, правда. Но это возможно научиться. Возможно. Когда вы этому научитесь, вы будете улыбаться всегда. Мгновенно вот ударился, поболело, и все. И все, идешь дальше. Не зломыслите. Следите за своими мыслями. Не зломыслите. Много раз в нашей жизни мы допускали это себе. Особенно бывает, когда кто-то с тобой не ладит и выговаривает тебе и выговаривает, и говорит, да, я знаю, ты сейчас вот так думаешь. Так я, может, так не думаю. За тебя подумали. Вот посмотрите, делаем ли мы так? Думаем ли за другого? И зло думаем, а за другого? Чтобы не было с нами такого. Мы дети Божьи. Мы в Бога должны иметь и в разум, и в сердце, и в душе, везде. Не развивайте никакую злую мысль. Вы знаете, это как бациллок, как вот сказать, фрукт. Если его стукнешь, появляется возможность для мошек. Вот это маленькая дырочка. И мошки тут же начинают развивать что? Через время весь яблочек, или что там, сгнило. Тоже бывает и с нами. Стукнулся. Появилась маленькая дырочка. Мошка тут же летит. И начинает развивать. Вот чтобы не носить гниль внутри. Не допускайте. Лучше вырежьте это. Пусть будет чисто. Без всякой гнили. Бог хочет, чтобы мы были святы. Я очень хочу, чтобы вы запомнили это. Как правило. Любовь не мыслит зла. Как только помыслили зло, любви нет. Как только помыслили зло, любовь ушла. Я опять не в любви. Боже, прости меня. Любовь не мыслит зла. Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла. Мне так хочется, чтобы это было правило в нашей жизни и моей тоже. правило. Но есть еще и право мыслия. Вот право мыслия это правильное мышление. Это доброе мышление. Праведное мышление. Исайя 32,8 говорит о честном. И твердо стоит во всем, что честно. Замечательные слова. Правда? Кто честный, тот и мыслит честно. Мыслит о честном. И твердо стоит только в том, что честно. Не зависит от того, это тебе удобно, неудобно, это тебе выгодно, не выгодно. Но честный человек, он всегда выбирает то, что честно. Вот к этому мы призываемся. Мысли честно. Мыслить праведно. Мыслить свято. Быть и святой. Как Бог сказал, ибо я свят. А у Бога все начинается с мыслей. Святые, святые мысли. Он хочет, чтобы ему у нас были святые мысли, святые помышления. Святые намерения. Вы знаете, откуда начинается любовь? С мыслей. С мыслей. Ничего не начинается без мыслей. Мы даже начинаем любить через мысли. Я вас благословляю на мысли любви. Любите друг друга. И гоните всякие зломыслия. Церковь, я надеюсь, что вы будете святыми. Если вы это возьмете правило и будете так жить, мы всегда будем сиять. Вот тогда мы станем светом.